Дорогие друзья, сегодня мы вспоминаем одно из важнейших событий земной жизни Иисуса. Его торжественный въезд в Иерусалим за несколько дней до предательства Иуды, последние трапезы с ближайшими учениками, молитвы в Гефсиманском саду до кровавого пота, ареста, издевательств, распятия и воскресения. Все это мы будем вспоминать и проживать заново на грядущей Седмице. А сегодня Господь въезжает в Иерусалим верхом на осле. Его приветствуют люди, простые жители Иерусалима, криками «Ассанна, сыну Давидову», тем самым исповедуя его обетованным, долгожданным мессией. И евангелисты описывают это событие очень детально и как действительно наивысшее торжество и признание их учителя. И они совсем упускают из виду и не упоминают ни словом о другой процессии, которая, возможно, в этот день, а возможно, накануне, тоже входила в Иерусалим. Историки XXI века уверены, что префект Иудеи Понтий Пилат торжественно въезжал с противоположной западной стороны и его встречали не дети и бедняки, а его встречали первосвященники и старейшины, «Лучшие люди города». И, возможно, раздавались другие крики «Авы Цезарь», ведь он был представителем императорской власти. И вот это противопоставление двух процессий очень тонко уловил поэт Тимур Кибиров, наверняка не зная об исторических исследованиях. Я напомню несколько строк. «А у этих Господь, ого-го, какой он-то и впрямь владыка земной! А наш-то, наш-то, увы, сынок, А наш-то на ослике, цок да цок, Навстречу смерти своей!» И вот это молчание евангелистов об этой другой процессии, оно напоминает нам о том, что они были целиком сосредоточены на жизни своего учителя и не замечали практически до времени вот эту земную власть. И можно ее не замечать, но совсем скоро предстоит столкновение и их учителя, и их самих с земной властью. Иисус через несколько дней предстанет перед Пилатом. Так бывает и в нашей жизни. Я 12 лет служил в храме в самом центре Москвы рядом с Тверской улицей. И почти каждый год 9 мая по Тверской шли танки и другая тяжелая техника на парад, а мы в это время в храме служили литургию, и было почти не слышно слов из-за гула этой техники. И вот это тоже было вот в моей жизни вот таким зримой иллюстрацией двух непересекающихся реальностей, которые, к сожалению, иногда все же пересекаются. И тогда каждому из нас приходится делать выбор, с кем мы, за кем мы хотим следовать, что мы восклицаем в своих сердцах, Авы Цезарь или Асанна сыну Давидову.